приветствую вас друзья и мы сегодня программу группа называется гидронир мне эту игрушку посоветовали порекомендовали поиграть и я поиграл не несколько часиков и она мне очень даже зашла я думаю вам тоже зайдет значит что такое гидронир это увлекательный симулятор добытчика с видом от первого лица где нам предстоит добывать металлы и другие различные ресурсы из почвы по мере прохождения мы будем использовать различные приспособления для добычи начиная от самых примитивных и заканчивая настоящими буровыми установками а также автоматизациями и прочей херни в угле нас ждут много разобразных земельных участков со своими особенностями шедеральная воксельная система почвы и много возможностей для строительства да мы тут можем строить и базы целые заводы все это дело автоматизировать короче мне эта ручка чем-то напоминает stationers вот есть такой далекий отклик по графике она мне очень 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 напоминает астронир заметьте друзья даже одинаковые почти название гидронир астронир и stationers и прежде чем начать я сразу же хочу заметить предположим раньше смотрел обзоры на эту игру и обзоры прохождения они есть да но они очень старые примерно около года или полугода короче раньше были дикие баги у нее добыта руда мало провалиться сквозь кастрюли лопаты исчезла техника перевернуться короче дикие лаги и я даже как-то выключил это так как было больно смотреть на все это короче сейчас данный момент игра уже давно уже в релизе получила много обновлений и с абсолютно никаких багов я не наблюдал за свое прохождение что ж можно и начинать давайте нажмем новая игра да 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 если что у меня сохранение есть новая игра итак мы появляемся у нас вот есть такой земельный участок вот он делится на 2 через речку короче у нас то есть по еще вторая половинка то мы тоже можем рыть добывать короче что здесь добывается здесь у нас добывается три металла это золото железо и еще какой-то эксказиум заказиум зенозиум ахилу или не знаю но посмотрим потом такой редкий потом поэтому название так или запомнил помимо этих металлов мы будем добывать драгоценные камни которые нужны нужно потом тоже перерабатывать обрабатывать и продавать и все это дело все безобразие в первые в первое время мы будем делать и добывать ручками и и относить ювелиру либо на рынок затем вот эти из этих вот камней и драгоценных ой из металлов и драгоценных камней уже будем делать различные предметы там ожерелья оружие предметы какие-то личного пользования в общем много чтобы делать продавать и наживаться строить за эти деньги себе новый дом новый завод автоматизировать и в принципе таким способом разбогатеем будем олигархами в этом средневековом мире да кстати как раз таки средневековый я вот вижу тут но все на то смахивает короче и так наш участок называется эмбер крэйду это бесплатный участок у нас как я уже говорил в игре еще три еще три участка и у каждого участка своя особенность в процессе прохождения я вам это все поясню расскажу какие-то особенности ну что ж в принципе давайте уже начинать меньше слов больше к делу короче здесь управление друзья нужно просто полыкнуть вот реально я вам покажу вы сами это увидите кто не не видел эту груту поймет меня значит у нас нет в игре инвентаря все у нас здесь делает одна лишь ручка в отличие с таши не сносом две руки и есть виндарь а здесь просто одна рука и мы только с этой одной рукой можем что-то делать там перекладывать предметы копать ломайте ездить и добывать короче ну вот сейчас видите нас тут начали глядается лопата фонарь и вот там надо речка еще кастрюльки стоят с тележкой это нам кстати очень сейчас пригодится потому что ну это как заменит там инвентарь ну что ж первые инструменты вам показал прежде чем начать давайте немножко ознакомимся с местными с местной не флорой фауны а кто тут живет что это вообще такое что-то за городочек такой давайте начнем с этого места так как она ближе всего здесь у нас стоит техника этот у нас такой вот значит изначально дается такой транспорт где мы можем покупать различные вещи и перевозить с помощью вот этого небольшого кузова все складывать сюда и перевозить и знать еще прикольно взять то что у нас весь транспорт и принципе все с вся основали энергии ссылается на воду то есть у нас вот продолжим есть вот этот замечательный грузовик и ему не нужен бензин не нужна солярка не нужен уголь а и нужна ему для топлива водичка вот тут сейчас залезем вверх и видите блок с водой вот по мере катушек покатушек наших водичка будет кончаться мы туда будем ее доливать ну что ж нас приветствует тут такой вот магазинчик и здесь у нас есть кровать карта шахтерский шлем насосы были для но это все постепенно скажу к еще вот магазин здесь мы уже будем потом подробнее рассматривать что здесь продается вот это начало магазин тут продается только часть вещей которые есть в игре в дальнейшем и еще дальше есть магазинчик там намного все больше круче дальше мы поднимаемся вверх и здесь у нас ждет ювелир ювелир будет принимать у нас все что мы ему будем приносить вот для того что мы будем рыбалить и у нас уже на рыбалке вытащим какой-нибудь сапог и даже сапог этот можем сдать ювелиром сожалению ювелира здесь нет ни нпс ничего ну как бы он присутствует то есть мы если мы что-то хотим продать мы сюда кладем на столик тут появляется на сумме сумма денег мы забираем ее и как обычно нет инвентаря эту денежку мы к нам и складываем там себе на база или где нибудь ну база еще лет ну на участок здесь у нас рыночек такой вот небольшой рыночек замок и смотрите смотрите что у нас здесь и имеется значит как я уже говорил что мы можем крафтить различные предметы и эти предметы у нас на рынке спите спрос на и сейчас растет то есть если беша что-нибудь крафтил я бы тут уже мужская почти обогатился вы у нас можно крафтить канджал топор меч кольцо и ожерелье но это часть того что можем кафе на самом деле еще больше так хорошо же спроса есть надеюсь никуда не пойдет пойдемте дальше значит возвращаемся к нашему грузовичку идем сюда дальше у нас тут есть такая вот шахта заходим эту шахту в этой шахте есть такие четыре тумбочки столика короче по словам разработчика у нас вот как вот имеется карта да вот 4 близко у нас есть четыре земельных участка мы будем копать добывать что-то там жить и можно на этих участках найти по одному уникальному предмету реликвии так сказать эту с каждого участка реликвию мы кладем отсюда вот и что-то будет от что я от хрена знает мне вот очень интересно я надеюсь этого добьюсь но он понятное дело что это будет нескоро так ну что нас тут ждет дальше тут у нас просто речка можем здесь рыбалочкой заряда друзья рыбалочка можно заниматься в игре помимо того что будем добывать там различные ресурсы дальше идем у нас еще один рыночек присутствует здесь у нас спрос очень плохой смотрите у нас на золото спрос маленький на железо маленький на драгоценные камни вообще маленькие и на рыбу тоже спрос упал предложим если мы хотим сдать золотой слиток то лучше отнести или ювелиру потому что как видите на рынке у нас спрос на него сейчас упал и цена будет копеечная а тут я не был а тут у нас воде сумка для инструментов фильтры это нам очень понадобится только в дальнейшем сейчас нам это вообще нафиг не нужно потом расскажу и покажу конечно зачем это и для чего это с чем видят крич ну что же давайте поедем уже теперь на грузовичке посмотрим на другую часть карты и в принципе уже покажу как тут счет и добывается давайте сели такой грузовичок заблудиться тут вообще нереально я думал раньше что заблудиться тут просто на раз-два а кажется нифига надо было взять карту вам показать но я просто уже без карты и так хорошо ориентируюсь поэтому ну потом покажу вам муж кому-то пригодится кто насчет играть или еще чего-нибудь так вот нас встречает опять первое 1 5 рыночек выходим и тут вроде бы что-то тоже можно задать да я уже вижу здесь у нас в принципе то же самое что у нас там замки до спрос большой и на вот эти вот кинжалы мечи топоры и жерелья к кольца и прочую херню едем дальше если мы поедем сейчас прямо у нас это идет развилочка чуть-чуть дальше конечно значит влево уходит у нас дорожка на земельный участок вот я не помню там кучи 3 земельных участка 1 2 3 7 а прям поедем туда если мы сейчас повернем на лево прям левее левое лево он сюда прям то тут нас ждет уже огромный рынок так здесь у нас еще один земельный участок как раз таки 3 давайте тут он расстановимся пройдемся прогуляемся пешком тут много чего есть показать ну во первых у нас тут присутствует авторы да здесь мы можем приобрести тоже технику не знаю зачем мне кажется одной плане справляться можно и не пойму почему ценные на вот эти вот машинки которые одинаковые у них только цвет отличается мой тихо 1400 рублей да вот стоит от 550 ну в чем от еще не пойму здание сейчас только цветом и ценой ну и сама друзья интересно это вот этот экскаватор бульдозер грейдер или как там его мать его короче я ни разу его не использовал я думаю дойдем мы до него в скором времени и посмотрим что он делает что он себя представляет значит и чикард тут мы можем приобрести с ошибаюсь подождите как от это можно взять стой не берется я бы взял муж сплавил бы ювелиру здесь мы можем приобрести до деревянная тележка 350 рублей 740 и вот тоже прямо чем отличается вроде повместить вместительности они вообще такие же что ли надо тележки нам нас одна дается встать на старте игры что пока что нам не понадобится так у нас идет опять развилка давайте справа пойдем скорее скреп я вот этот черт возьми я не знаю что и такое скреп ну что-то металл может тут металл можно сдавать ну не металла металлолом точнее может быть сочет спихиваем видите у нас херня какая-то стоит может быть сюда на что-то нажить кнопочка что ли какая-то короче я не знаю так еще не разобрался в этом я думаю потом с вами вместе разберемся и так нас приветствует первый магазин где мы видим здесь у нас как называется название пожалуйста в студию короче конверная система здесь у нас как по названию уже ясно что присутствует различные конвейера вертикальные поворотные дробиль дробильщик конверная лента еще конверная лента с центральным короче централизирующая конверная лента оградители короче для этих конвейеров чтоб ничего не уплескивалась это вот что-то подобие сортировщика где у нас будет отфильтроваться руда по ну как мы зададим вот и в принципе все да как все покупается им тоже потом покажу но это все естественно мы разберем дальше у нас идет туз и equipment короче инструменты и при надвижности что ли я не знаю короче подберем посмотрим здесь у нас сразу же вот встречаем и весы мы можем то что добудем завешивать то что переплавим взвешивать и смотреть сразу цену какая будет у ювелира средства шлифовальный камень ну короче тут у нас более разнообразный магазин чем у нас там на стартовой локации тут у нас очень много чего постепенно мы это будем смотреть изучать покупать вот это вот уже для автоматизации все нужно короче прикольно тут у нас ничего нет кроме ювелира опять здесь закрытая территория не знаю может там будет что-то строится пока там ничего нет колесико вращается так хаосинг тут у нас короче все для постройки дома помимо удочки и рыбацкий вы рыбацкий котелок кстати меня будет больше назвал то сетка потому что мы кидаем в речку и там уже отлавливаем рыбку здесь вас чего жестяная длинная рампа стойка для инструментов короче ну порядок что тут соли от строительства коттеджа дома где мы будем жить спать есть играть короче тут много чего тут такие можно фишки вытворять и дальше если ошибаюсь магазинчик будет у нас да по внутренностям до фурнитуры всяких короче по мебели надо да здесь у нас книжный шкаф постамент картинки сейф статуя стол великолепный великолепный стол трон четырнадцать пятьсот фигасе что-то еще велик обычно необычное кресло великолепная кровать великолепный ковер великолепный стол все великолепно великолепный стул да нет простой стул так кашпо простись и почувствую запаха роз прикольно короче вот так можно свой дом построить туда все это дело красиво застелить постелить прикольно мне кажется да будет круто смотреться ну что с нас еще ждет два магазина точнее даже сказал один а там что-то вот непонятно я еще особо сам не разобрался robson power works тут у нас все по электричеству получается мототропинка что-то а может быть тут пройтись здесь у нас есть реактор совершенно технология на основе энергетических осколков выдает электричество требуется вода держите пальцы руки ног подальше время работы вот это вся реактор на херня когда будет копить накапливать энергию мы будем складывать сюда ну то есть это батарея питания сами понимаете что все накоплено будем накапливать туда магнит не очень пойму зачем он но он что-то короче притягивает пробка провода пошли провода различные какие-то электрический давид тоже потом разберемся здесь нас что-то типа шреда усилитель давления линия малого тока короче маленькие тонкие провода здесь у нас по этой стороне короче лет логическая правильная печь логический считыватель прочности логические гаечные колючий логический вентиль настраиваем логическое значение посылает видео на число через логику то есть взять тут можно даже логику настроить у нас тут будет ну просто все не то что автоматизировано а сверх автоматизировано короче я до этого еще руки именно нашли ну надеюсь с вами с этим разберемся ну понятно что-то логические передатчики логический кабель и прочее тут фигнюшка валяется больше чем логический кабель сравниватель то есть видите у нас уже пошло может сказать маленькие такие ключи шашки к программированию ну что ж логическая зачатка не значима нужна но может тут она будет взрывать ну пойдемте последнюю локацию на земельной участке мы ездить и будем там ну смысл на них смотреть заходим саду короче какой-то у нас такой длинный корабль пароводчи турбины че в этот на вот этих вот крутилках здесь дверька напоминает меня светильник stationers здесь опять на сумка для инструментов отвертки гайки здесь у нас есть такой верстак создает различные предметы поместите чертеж на блок а материалы на дереве используя отвертку слитки должны быть горячими вот так вот то есть мы тут можем что крафтить а что но я тоже пока не знаю скорее всего вот это вот тут нам и расскажет тут это что у нас это что-то похожее на вес весы короче тоже еще не значит тут у нас какие-то присутствуют чертежи чертежи я сам с этим не разобрался что это за цифра к 3 это скрещу какой-то вес вот это слиток золота до включается это железо предположим вот мы можем какую-то там чертеж т-образные трубы поместите вас так чтобы сделать подмет требуется минимальный размер ресурса для создания до требуется 0 5 килограммов золота что ли получается до для создания не знаю для вас этим тоже потом разберемся и еще тут за дверью какая-то он хрень есть я не знаю что это где не открывается может быть что там идут по настроим и все это дело раскроется может даже какой-то есть небольшой сюжетик но по крайней мере в шеф шахте вам показал что да вот есть надо найти нам 4 реликвии и что-то произойдет вот и тут дверька еще какая-то тоже непонятно я надеюсь какой-то тоже этот все-таки присутствует ну что же давайте возвращаться домой уже темнеет я даже не добыл ни грамма не золото и не железо ничего у нас за грош короче нет ни копейки за душой поэтому надо бежать домой и заниматься работой ну вот я собственная дома тут уже кстати вообще стало темно но у нас есть фонарик давайте включена и поближе на рак водички переместимся давайте где где-то вот здесь вот где-то он скопается копание земля пожалуйста вот так вот стоит да значит это серия нас будет чисто ознакомительная и мы попробуем добыть первые наши денежки а в случае сидит даже будем естественно продвигаться все глубже и глубже короче к добыче всего так значит у нас тут есть тележка как я уже говорил давайте мы отсюда уберем блин хорного что темно ночью нас реально темные чтобы пропустить ночь нам нужно кровать а кровать у нас стоит давайте посмотрим 43 рубля поэтому сейчас все добавить ночь так вот на карта как я говорил заблудиться тут нереально вон три участка у нас справа и один у нас здесь ладно короче для добычи для добычи всего нам потребуется ведро и тазик 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 мы наполняем водичкой несём сюда тут светло в ведро понадобится и лопата 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 была здесь забыла принести вот она лопата стартовая она короче копает естественно есть еще лучше на лопата это лопата копает очень медленно значит нам лучше всего это углубляться вниз то есть чем глубже мы копаем тем нас там лучше и больше будет руды ну давайте первую нашу капку сделаем есть наполнили вот это все безобразие высыпаем сюда то есть наводим на зеленый кружочек в тазик и нажимаем левую кнопку мышки помидорка иди отсюда так берем щеточку и чухой и у нас там уже что-то появилось да вот эти друзья энергетические кристаллы я потом осколок я потом расскажу что и зачем он нужен я пока что буду склад складывать его суда отдельно так ну мы тут пока что добыли железа очень мало к сожалению давайте добывать дальше подожди стой стой нам же надо помнить наполнить все это водичкой может быть и потом конечно копать как будем губляться по секретно вы ой извиняюсь извиняюсь сюда я начал на копать ведро я можно прямом напрямик и туда конечно ну б да блин да брось ты лопату смысле ну что такое противное ну так вот за этого так щеточка щеточка ты где блин взял утряна плохо но счет блин вот уже если у нас есть два золота и одно железо но тут опять не будет на 40 рублей ой как тяжело это все давайте рынка быстренько часа это дело перемотаю сейчас я еще одно ведерко наполню так надо будет водички ой-ой-ой стоп блин промазал но чувство что можно и так сделать ведерко бы нафигеть как же тяжело это ночью работать так отлично что-то у нас есть давайте попробуем все таки отнести ювелиру может быть наш коребем тут 40 рублей хотя я дико сомневаюсь 38 блин друзьям абсолютно чуть-чуть не хватило блин а нельзя каких долг взять а но думаю теперь нам хватит значит ну поняли суть добычи как происходит да естественно надо это все дела как-то ускорить не постоянно наполнять этот тазик водой поэтому нам дальнейшем понадобятся трубы о 70 рублей отлично нажимаем кнопочку вот и наша вся руда продалась и нам дали вот 70 рублей мы можем кинуть опять в тазик об там же верюшка там все возвращаемся обратно но даже задача станется ну отлично это это хорошо тазик пойдем сюда берем денежку идем на рынок туда мы кладем денежку вот таким способом происходит у нас покупки начаться с вами мы вот выбираем что нам нужна кровать да вот берем кровать и если мы хотим сворвать ее так у нас не получится поэтому просто сейчас там и купить сюда я 43 оплачиваем и все теперь кровать можно выносить и права кнопка мышки где-нибудь располагаемые вот он подложим здесь и все спим до утра ну вот так вот процесс друзья происходит значит нам нужно как-то быстрее досудил автоматизировать ну хотя бы сделать так чтобы я за водой постоянно не бегал это вот кстати вот это туда-сюда бегать бегать наполнять то есть есть вариант взять трубы их подвести воду с речки прямо суда ну нам понадобится очень много труб по трубы у нас не дешевый что-то вообще два железа да нашел я очень мало и постепенно как я уже сказал будем уходить вниз вниз там уже самородки у нас по это короче сусы будет покрупнее и естественно и подороже ой нет обратно верни чё . давай очистим ну давайте третий раз сделаем третий заход иди сюда значит лопаты копать тяжело поэтому чтобы вылить туда в глубину яму ну типа шахты сделать нам понадобится кирка кирка тоже стоит денег сейчас примерно примерно пойдем прицелимся сколько это сколько нам денег нужно уже для вот этого всего давайте смотреть значит блин жата чем нам тазиков побольше или хватит пока одного значит лучше на лопата но блин на миша с меня денег особо нет лампа кирка 122 рубля стоит у нас осталось кстати деньги можем ходить в этом тазике никто их не украдет 27 ну давайте считать 122 кирка меня большую удочку сделать с помощью удочки может уже рыб наловите и попродавать тоже заработать денег это пока что нам рановато к сожалению но может быть уже с участием и о чем переплавлять это безобразие слитки так и трубы да нам понадобится такой вот насос который будет откачивать с речки в воду 36 да желательно труба с вентилем чтобы постоянный поток воды не шел нам на земельный участок ну естественно трубы кыш все средняя цена у них 22 рубля да а нам как минимум понадобится так они занимают один блок блин тут примерно же понадобится раз два три четыре пять блин дофига нам труп короче на труд нам надо где-то рублей 200 это примерно прикинул на трубы вентиле плюс кирка 122 и чё там еще ну слитки это уже на следующей серии замутим и короче вот три копания сделал и сколько тут у меня рублей на на 50 60 то есть давать еще за быстренько за кадром все это ну и за кадром в ускоренном ускоренной перемотки накопая попробуем создать надеюсь мы нас собираем где-то хотя бы рублей триста-четыреста а раппорта ну вот ну вот да 0 0 вот 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 Да, друзья, просто долго мне помучатся, к сожалению Но я сейчас думаю тогда знать, что сделать Продадим мы это золото Ну, золото и всю роду Отправимся мы сейчас на рынок Кстати, вот эту всю мелочь, которая у нас есть Можно стакать Берем друг на друга так И у нас получается 157, да, всего Значит, я планирую пока что купить удочку Нельзя сорвать Ага, блин Продуманные какие Взять удочку Так, и скорее всего Ну, насос, блин, рановато Мы не дотянем Короче, с помощью удочки тогда уже наловить Рыбок К сожалению, спрос на них сейчас не очень Высокий Еще раз посмотрим Вроде мы поспали Нет, друзья, спрос я уже отсюда вижу Стрелочка поднялась вверх То есть, да, спрос на рыбу поднялся То есть, нам надо идти на рыбалку и Немножко Половить рыбок И тогда мы можем Насобираем Немножко денежек И купим Трубы и кирку И тогда мы уже отправимся Копать Глубоко под землю Делать шахту И туда подтягивать Трубы с водой И это намного нам ускорит процесс Добычи руды Естественно Ну, золото И железо И драгоценные камни Кстати, нам вообще Пока не попадались Ну, вообще, друзья Планы в следующей серии такие Берем, покупаем кирку Мы продадим Ну, первым делом Мы, конечно, отправимся на рыбалку Поймаем рыбок И продадим их Так как спрос на них вырос Покупаем кирку Роем вот сюда Ну, где-нибудь в этом районе Шахту Глубоко Ну, сколько можно Вырыть яму Затем мы На оставшиеся деньги Покупаем трубы Покупаем насос Мы отсюда Оттягиваем трубопровод И будем подводить Прямо в шахту Ну, и самое дело Понятно, короче Что внутри у нас Там, чем глубже Тем больше у нас Количество руды Тем больше камни Слитки, самородки Попадаются И мы уже, конечно Будем больше денег получать И уже на эти деньги Уже будем планировать Постройку Естественно Постройку, постройку, постройку Для выплавки слитков Ведь дело в том Что слитки У нас уже продаются Еще по более выгодной цене Поэтому Надо уже переходить Ну, как бы Не надо уже А, как бы Планировать Производство На слитки То есть мы Это дело Все будем уже Переплавлять Ладно, друзья На этом с вами Будем прощаться Если вам понравился Видос Поддержите меня И если вам нравится И хотите еще продолжения То пишите комментарии Пишите Что вы хотите В дальнейшем видеть Может быть Более как-то подробно Все это разъяснять Показывать Учить Что для чего нужно То Все Не стесняйтесь Пишите комментарии Я все расскажу Покажу Более Более подробно Ладно Все Всем спасибо За просмотр И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok